Я в первый раз попал в Белоруссию, господи, я сейчас точно не помню, но это было, конечно же, в 90-х годах. Я вернулся в 97-м, значит, где-то это было, наверное, год какой-нибудь 98-й. Борис Абрамович Березовский организовал поездку российских журналистов и нас принимал, мне он не товарищ, президент Лукашенко. Я уже, значит, когда я приехал, я выступал на телевидении, и ко мне подходили телевизионные люди и шептали мне на ухо какие-то вещи. Я говорил, что вы шептетесь? Он говорит, что мы не можем громко говорить, вы понимаете, что здесь это... Я довольно быстро почувствовал, я просто почувствовал, я вернулся в Советский Союз, просто вернулся в самый настоящий Советский Союз. И потом был ужин в резиденции президента, и нас там было много, и Борис Абрамович просил каждого из нас встать и сказать что-нибудь. Ну и вставали, и говорили там, я думаю, а что же я скажу-то? Ну, все-таки я встал и сказал следующее, что, Александр Григорьевич, вы знаете, меня мама учила, что если ты ломаешь чей-то хлеб, то ты должен ему сказать либо что-то хорошее, либо ничего. Я вам ничего не скажу. И сел. И с этого начались наши отношения. Он меня хорошо знает, он меня сильно не любит. Он несколько раз говорил о том, что я получал взятки за то, что о нем плохо говорю. То, что происходит в вашей стране, лично у меня вызывает глубочайшее сожаление. Возможно, что все равно большинство населения его поддерживает. Я тут не специалист, но я же помню, что большинство населения Советского Союза поддерживало и обожало, может быть, самого кровавого диктатора в истории, а именно Сталина. Так что это ни о чем для меня не говорит. Мое отношение сугубо отрицательное.